Чем ты увлекался? Я в детстве всегда любил конструкторы, я в детстве всегда любил чем-то манипулировать, что-то сделать, что-то собирать новое. Вот ты побывал в MIT, в Гарварде. Что именно тебя впечатлило? Когда я увидел эти огромные лаборатории, в которых есть просто все, что ты можешь представить, это на меня очень сильно повлияло, и я загорелся идеей. Как у тебя обстояли дела с английским языком? На самом деле, с самого начала, я не видел какой-то цели, зачем он мне действительно нужен. Как ты, находясь в Казахстане, в небольшом городе, смог выучить английский язык так, что ты сейчас можешь поступать в местный университет? Я бы сказал, что общение с native speaker, оно мне дало вот такой прям сильный толчок. Тратил ли ты деньги на свое образование в программировании? Я имею в виду, что брал ли ты какие-то платные курсы? Spotfinder... Spotfinder — это то, что написано у тебя сейчас на футболке. Да. И это компания твоя. Это моя компания, да. Ты сейчас... Я знаю, что поступаешь в местные университеты, и я знаю, что ты поступаешь в топовые вузы. Ты сейчас тоже развиваешь свою компанию, находишься в активной, ну, то есть в самой начальной стадии, которая отнимает много времени, помимо этого еще такой ответственный момент, как поступление. как ты справляешься, как ты организуешь свое время. Хорошо, ты изучил в какой-то степени эти языки программирования. Что было дальше? Как развивалась твоя история с Америкой? Вот ты сейчас находишься здесь, значит, она не остановилась на этих двух поездках. Что было дальше? После того, как я изучил эти языки, я их изучал на примере сайтов. То есть я пытался делать там свои сайты для примера, в которые имплементировал новые элементы, которые я недавно выучил. И вот после моего второго приезда в Америку, в Сан-Франциско, когда я вернулся домой, во мне загорелась идея совместить два моих основных по жизни, которые на тот момент у меня были, такие вещи, которыми я очень любил заниматься. Это программирование, это активные виды спорта. Я подумал то, что в принципе как-то их можно совместить. И тогда и родилась идея Спотфайндера. Спотфайндер это... Спотфайндер это то, что написано у тебя сейчас на футболке. И это компания. Это моя компания, да. Изначально не было то, что вот я организую Спотфайндер, и так и пойдет. Это все развивалось просто из головы. Сначала я решил то, что это должно решать какую-то проблему. То есть нельзя просто... Можно, но не будет много смысла, если ты просто сделаешь какой-то там сайтик или просто организуешь какую-то компанию. Поэтому я выбрал решение той идеи, с которой я действительно столкнулся. Когда ты занимаешься активными видами спорта, очень мало информации тем, где им можно заниматься. То есть, допустим, когда ты играешь в теннис, это понятно, то, что ты идешь на теннисный корт и играешь там с коньками, тоже примерно понятно. Но вот, допустим, когда ты занимаешься скейтбордингом, BMX, виндсерфингом, кайтсерфингом, это абсолютно другой мир. То есть там эти знания ты можешь получить только от людей, которые уже в этой сфере. И эти знания довольно сложно получить, потому что тебе нужно прийти в определенное место, сконтактироваться с определенными людьми. И только потом ты сможешь для себя получить какую-нибудь информацию. А SpotFinder, он решает эту проблему тем, что это веб-сайт, на котором люди, которые уже занимаются определенным видом спорта, могут обозначить место, так называемый спот, на котором они там, допустим, летают на параплане или катаются на сноуборде, написать свой комментарий, добавить фотографии этого места и обозначить сложность его. И когда ты новичок, либо ты уже в сфере активных видов спорта, и ты хочешь найти эти места, либо ты вот только думаешь о том, чтобы начать заниматься чем-то активным, и ты просто заходишь на сайт, смотришь, что есть недалеко от тебя, и выбираешь, куда ты хочешь поехать. И еще на это очень сильно повлияло то, что в окрестностях моего города можно было заниматься сноубордом и скейтбордингом. И вот это вот те виды спорта, которые на самом деле не требуют так много затрат. То есть там можно найти способы, как сэкономить денег, все равно ими заниматься. Но молодежь в моем городе не занимались ничем, как я уже упомянул, кроме того, как бесполезно тратить их время. И мне вот захотелось привлечь как-то, показать, что можно развиваться, можно заниматься спортом. И это и привлекает новых людей, и сплочает уже то комьюнити активных видов спорта, которые уже существуют в мире. Вот у тебя родилась идея. Идея интересная, действительно. Хотя кто я, чтобы давать критику и оценку. Но тем не менее. Вопрос мой в том, с какими сложностями ты столкнулся, когда решил сделать свою компанию? Сложности, я бы сказал, были связаны в основном с регионом. Потому что в моей стране, ну я бы сказал, во всем пост-СНГ пространстве, еще дети, тинейджеры, которым по 15-16 лет, они не воспринимаются всерьез. То есть я не могу прийти в банк даже с родителями и сказать родителям, то что мне нужен счет для компании, или открыть свою компанию. Это все пресекается даже на том, что родители не всегда могут верить в начинание своих детей. И мои родители были более открыты ко всему, к этому. Они меня поддерживали, меня поддерживали мои дяди с тетей, но все равно оставалась проблема в том, что я не могу до совершеннолетия открыть свою компанию. Я не могу получить какое-то спонсорство. Потому что когда я приходил в стартап-инкубатор в своей стране, мне сказали, что ты должен сначала закончить университет, создать свой стартап, который заработает, и потом ты, может быть, приходи к нам. Мы тебе чем-нибудь да поможем. Но эти все сложности решаются только тем, что здесь в 16 лет вполне реально открыть свою компанию, вполне реально открыть свой нон-профит, получать на нее спонсорство и развиваться дальше. Здесь-то в США ты имеешь в виду? Здесь, в США, да. Расскажи, как решилась эта проблема. В общем, как мы понимаем, ты переехал сюда сейчас. Или еще не переехал. Или еще не переехал. Еще не переехал. Ну, ты находишься здесь в гостях, в бизнес-поездке, скажем так. Как решается эта проблема с организацией компании здесь? Решается она, на удивление, довольно легко. Потому что, когда я приехал сюда, у меня уже были наметки по Спотфайндеру, я уже начал его делать. Он уже, в принципе, как проект, он был сделан. Оставалось только тестирование его, улучшение. И вот сейчас он как официальная компания зарегистрированная. А зарегистрировали мы ее довольно легко, потому что здесь реально зарегистрировать к 16-летнему компанию. Здесь действительно занимает, наверное, часа два в банке, чтобы открыть корпоративный счет на нее. Да, два часа это может показаться долго, но это хотя бы возможно. Это недолго, мне кажется. Это хотя бы возможно. Еще это довольно легко в плане документов, потому что здесь можно открыть компанию с помощью визы B1-B2. То есть, когда ты сюда приезжаешь, это обычно туристическая виза, и с этими документами вполне реально открыть компанию. То есть, тебе не нужно вид на работу, вид на жительство, грин-карту, гражданство этой страны. Здесь этого не нужно. Здесь хватает просто визы. Я знаю, что твоя компания, она является нон-профит организацией. То есть, по-русски это называется как некоммерческая организация. Некоммерческая, да. Почему так? Потому что, во-первых, не преследуется идея заработать денег. Преследуется идея решить проблему. И на самом деле, есть очень много факторов, которые влияют. Да, можно было бы решить проблему и с профит организацией, но тогда бы было намного больше проблем с открытием профит организации. Тогда бы было меньше возможностей. И нон-профитом намного проще оперировать, чем профитом, потому что там намного больше нюансов, которые нужно изучать. Там больше проблемы с налогами, которые тоже нужно изучать, которые нужно будет платить. Но и нон-профит дает все возможности, достаточные для того, чтобы развивать компанию, как вот задумывается. Есть ли еще какие-то преимущества преимущества вот открытия нон-профит организации, преимущества перед профит организациями для людей, которые только приехали. И опять же, ты находишься здесь по B1, B2, да, визе, которая является, собственно, визой не рабочей, она не предполагает, что ты можешь здесь зарабатывать и работать. Расскажи еще, какие есть. Ну, когда ты организовываешь нон-профит организацию, ты считаешься по факту не ее рабочим, а волонтером. И вот для того, чтобы в ней работать, тебе не нужна именно документы, как для профит организации. Тебе достаточно просто B1, B2, визы. И также в нон-профит организацию можно привлекать спонсорство, что на самом деле является огромным ростом, потому что здесь очень много компаний, кто действительно заинтересован в развитии нон-профит организации, в интересных проектах, и на нон-профиты смотрят гораздо чаще, чем на профит организации. Но нон-профит в моем случае это вот та компания, которая мне дает только преимущества, то есть минусов никаких. Здорово. Помимо того, что... Ну, понятно, что ты не привлекаешь к какой-нибудь коммерческой выгоды, но тем не менее, чтобы развивать компанию, нужны обычно средства на ее продвижение, на маркетинг, еще какие-то траты. Каким образом ты решил эту проблему? На самом деле, у очень много больших компаний, они интересуются нон-профит организациями для будущего спонсирования их и для того, чтобы в будущем, может быть, эту идею привлечь к себе. Или просто для их развития. Вот, допустим, в моем случае Google предоставляет ежемесячно 10 тысяч на рекламу, и это довольно много. В случае с Google сервисами ты получаешь там очень много скидок, ты получаешь бесплатные корпоративные аккаунты, ты в случае, допустим, с тем же самым фотошопом и остальными программами Adobe, ты получаешь огромные скидки, как нон-профит организация, и это везде, это действительно на каждом шагу, потому что вот все, что может пригодиться для развития компании, оно либо льготное, либо со скидкой, либо хоть какая-то помощь в виде совета да придет от большой организации. Но фактически Google-то получается инвестор, да, в твоей компании. И так можно это назвать, или это неправильно? Ну, нон-профита не может быть инвестора, он больше как спонсор, как предоставляет. Как спонсор, да. Но насколько вообще, ты сказал, что обычно компании достаточно активно относятся и выделяют спонсорство в нон-профит организации. Вот тебе всего на тот момент, когда ты открыл компанию, было 15 лет даже, даже не 16. Насколько вот эти взрослые дяди, которые уже, как говорится, собаку съели в бизнесе, насколько они серьезно ведут с тобой переговоры? Расскажи вот этот опыт. На самом деле я не заметил какой-то разницы, как мне казалось, потому что разницу я имею в виду в возрасте, потому что если ты человек, который уже собирается или уже открыл мон-профит организацию, то к тебе относятся с полной серьезностью, потому что понятно, что просто так ребенок не придет и не скажет, давайте откроем организацию. Есть действительно идея, если в тебе видят то, что ты хочешь этим заниматься, тем, что ты этим занимаешься, то к тебе относятся на полном серьезе, тебя могут считать за партнера, тебе могут как на полноценного, так скажем, бизнесмена смотреть спонсоры, и все это вполне возможно. Не каждый взрослый человек уже с опытом понимает, как искать спонсоров для своих проектов. Как ты справился с этой задачей? На самом деле это был довольно сложный процесс, потому что ты не можешь просто прийти к кому-то и надеяться, что они тебя проспонсируют со стопроцентной вероятностью. Мне пришлось отправить очень много писем, там порядка ста, наверное, и из них интересуются на самом деле, на удивление, на удивление для моего сознания, то, что я вырос в такой среде, где это считается не совсем нормальным, для меня это было удивление, то, что очень много кто откликнулся, какие-то компании просто советом, какие-то компании действительно проспонсировали там призами, какие-то дали помощь в том, что они посоветовали курс, как дальше развиваться. И вполне реально написать большой компании и, возможно, надеяться на ответ, но нужно писать большому спектру компаний, чтобы свои шансы увеличивать. Ну а ты как? Ты прям брал, например, сайт и писал там Сергей Бринт, там, hello, помоги мне, у меня вот есть такая идея, или как ты искал спонсоров? Да, да, на самом деле просто берешь, выбираешь компанию, к которой ты подходишь. Ну то есть, если, допустим, ты разрабатываешь компанию из одной сферы, ты вряд ли пойдешь к крупной компании другой сферы. Это не совсем логично. Но если ты видишь хоть какую-то связь между компанией, которую ты развиваешь, и компанией, которую ты хочешь написать, то да, нужно брать и писать, и, возможно, надеяться на помощь. Здорово. Ты упомянул, что твоей компанией ты выступаешь, собственно, как волонтер. Ну, не волонтер, это твоя компания, но поскольку это волонтерство, такой вид, скажем его, то ты можешь находиться вот по такой визе, в которой ты находишься. А могут ли другие люди, нуждается ли твоя компания в волонтерах вообще? Да, на самом деле, на данный момент моя компания занимается наймом волонтеров, и, в принципе, это делается довольно несложно. То есть для этого не нужны никакие документы, для этого не нужно ничего. Чтобы быть волонтером, ты, как правило, даже в больших компаниях проходишь просто собеседование, и волонтеры, в моем случае, с моей компанией, могут быть и находиться удаленно, потому что, ну, моя компания, она и рассчитана на такой мировой охват, и это даже лучше, если волонтеры разбросаны по разным точкам мира и проводятся активности различные. А что именно, какая, какого рода помощь нужна тебе? Вот какие волонтеры? Допустим, сейчас мы собираем волонтеров для того, чтобы находить информацию по различным уже доступным местам, то есть там скейт-парки, какие-то горнолыжные курорты и так далее. Мы собираем волонтеров для рекламы, для продвижения, потому что чем больше комьюнити, чем больше комьюнити будет знать идею Spotfinder, тем больше интереса к нему будет. И также мы ищем волонтеров, которые готовы проводить различные соревнования. То есть вот я сейчас, когда возвращаюсь домой, я получил спонсорство от компании и получил фитбиты, получил защиту, и я поеду в Алмату проводить соревнования, чтобы о нас знали, о нас слышали, чтобы Spotfinder был на слуху. И такое же приветствуется, в принципе, во всех точках мира, кто захочет поучаствовать. Здорово. А кто занимается разработкой вашего сайтика, и какой-то поддержкой его? Сейчас разработкой занимаюсь я. Только ты? В основном да. То есть я получаю советы, но в основном разработкой занимаюсь я. Сейчас сам сайт находится в финальной стадии теста, но в начале осени он уже будет полностью открыт, и он будет полностью функционировать и работать уже в своей примерно финальной стадии. Говорю примерно финальной, потому что еще, скорее всего, будут улучшения, введение нового функционала в сам сайт, но вот как бы он уже почти готов. Чем ты увлекаешься помимо программирования? Я так понимаю, что ты занимаешься спортом, как ты сказал уже. Вот твой любимый вид спорта? О, это довольно сложно. Это или BMX, или сноуборд, потому что одно зимой, одно летом. Но на скейте ты тоже катаешься? На скейте я, да, я катаюсь, но скейтборд у меня перетек в итоге в BMX, но что-то помню, да. Здорово. Расскажи о своих друзьях. Вот ты такой талантливый парень, да? И кто твои друзья? Они такие же ребята, как ты? Чем вы занимаетесь в свободное время, помимо программирования? Мои друзья, я бы сказал, они в основном из тех же сфер, которыми увлекаюсь я. То есть это активные виды спорта, это программирование. Но вот мой самый узкий круг людей, с которыми я дружу, сводится к команде по BMX, которая называется Street Crew. Она основалась немного заранее до Spot Finder. И вот с этой командой Street Crew нам уже начали открываться довольно много возможностей. Мы получали поддержку людей в нашем городе. И благодаря этой команде, единомышленников, объединению друзей, мы помогли улучшить наш город тем, что мы открыли скейт-парк. Мы пришли к городским властям и сказали то, что мы вот... Ну, к тому моменту я на протяжении года занимался скейтбордом и уже на протяжении, наверное, полугода катался на BMX. У нас не было мест, где этим заниматься в городе безопасно и чтобы никому не мешать. Мы писали письма, мы приходили, общались. И в итоге это было удивительно, но нас восприняли. Нам построили скейт-парк, в котором мы теперь можем безопасно и самое главное для нашего города бесплатно кататься. И скейт-парк еще решает такие проблемы, что он открытый. То есть он находится у нас практически в одном из самых людных мест города. И все, когда проходят мимо, очень много взрослых людей, которые подходят к нам, спрашивают что да как, которые хотят привлечь своих детей. Очень много детей подходят у нас, спрашивают совета, как начать и с чего начать. И это облагораживает город. Здорово. Это здорово, что ты занимаешься, помимо того, что разведешь компанию, поступаешь в университет, занимаешься такими хорошими делами. У тебя есть увлечение. Спасибо тебе за то, что ты поделился своей историей, за то, что вдохновил тех людей, которые находятся по ту сторону экрана, может быть, на другом континенте. И ты, я знаю, тоже скоро возвращаешься в Казахстан. Да. Я желаю тебе обязательно поступить в тот университет, в который ты мечтаешь. И я абсолютно уверена, что все случится. Я желаю, чтобы у тебя все получилось. И очень рада, что такой эксклюзив попадает ко мне на канал. На самом деле, спасибо большое за приглашение. Очень приятно было пообщаться. Это очень приятно. Я надеюсь, что после этого видео вы точно подпишетесь на канал. И опять же напоминаю вам, что в команде Кирилла обязательно нужны новые люди, новая кровь, волонтеры, которые будут помогать в развитии его проекта. Заглядывайте в описание к этому видео, находите ссылочку и пишите Кириллу. На этом все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»